Продолжение следует... Продолжение следует... Сразитесь с Волом-де-Мортом, ТМ, и пожирателями тьмы. Опять-таки, ТМ. Ну, после прочтения, естественно, в голове ничего и не осталось, кроме ТМ-ТМ, то есть торговых марок, и такое чувство, что играем мы с торговыми марками. Ну и после этого возник вопрос. А что мы покупаем, когда отдаем деньги за диск? И что нам продают? Вот об этом и потолкуем. Что такое игра? Занятие «Зельфстфюрзич», как сказал бы какой-нибудь немецкий мудролюб. Занятие само для себя. Ну, мы оставим в стороне эти втонские кувалды. Или чем там сейчас философствуют? Очевидно, что играют ради самой игры. Да, играя человек становится умнее, ловче, может быть, богаче, сильнее. Перед ним открываются новые жизненные горизонты. Но это все приятное следствие, приятный довесок. Потому что игра изначально – это всего лишь каприз воображения, которое само себе на минуточку устанавливает какие-то границы только ради того, чтобы потом их самому же и преодолеть. Играют, я повторюсь, ради самой игры. А не для того, чтобы стать богаче, умнее, сильнее. Потому что в противном случае на смену игре приходит физкультура, урок, работа, бизнес. И именно поэтому лишь в Древней Греции Олимпийские игры могли называться «играми» с их девизом «Главное не победа, а участие». А нынешние мероприятия с его призывом «быстрее дайте деньги, выше делайте ставки, сильнее надерем Америку, я не знаю, там Уругвай, Антарктиду» – это не игра. Да, это спорт, погоня за рекордами, это средства обогащения, то бишь работа, бизнес. Это, конечно, политика, потому что до нашей эры прекращали войны на время игр, а теперь игры оказываются под угрозой срыва. Ну а что же в мире виртуальных развлечений, которые с легкой руки игровых журналистов называются просто «индустрия»? Что там? Вот «индустрия», господа, выпускает пять игр в день в среднем, и за год набирается приличная кучка. Настоящий игрок, тругеймер, играет, конечно, ради самой игры. Но побочные радости, о которых мы уже говорили, ему недоступны, потому что компьютерная, электронная, видеоигра, она не расширяет горизонтов сознания, она не делает человека сильнее, умнее, ловчее. Ну, то есть ловчее, может, и делает, там, чемпионы Старкрафта делают по 500 кликов мыши в секунду. Ну, толку-то, что ли? Эти радости недоступны. И во всем мире, среди сотен тысяч наименований продукта, как зачастую называют свое детище сами, разработчики, найдется лишь 5-6 таких, да и то от силы, которые опровергнут мое утверждение. За всю историю человечества Хомо Люденс, человек играющий, стал называться пользователем. Пользователь игры. Пользователь, он ведь не играет, в отличие от настоящего игрока, true gamer, надеюсь, в отличие от нас с вами, он не играет, он эксплуатирует товар. ТОВАР Почему? Почему? Да потому что в настоящей игре игроку всегда приходится домысливать действительность. И, не знаю, поляшка в его руке превращается в куклу или в пистолет, друзья становятся казаками-разбойниками, а сам он, задрав штаны, бежит куда-нибудь там спасать принцессу из соседнего подъезда. А в компьютерной электронной игре домысливать ничего не надо. Игрок-пользователь покупает реальность и второе я за наличный расчет. Поскольку эту реальность взглядом обвести и пальцем ткнуть, она быстро приедается и надо бежать за новым диском. Так появляется зависимость. Об этих зависимостях написаны сотни монографий. Мы об этом говорить не будем. Мы будем говорить о другом. Почему так происходит? Да потому что настоящая игра бесплатна по своей природе. Имментарий легко сделать самому, если он вообще нужен. И на настоящей игре невозможно нажиться, на ней невозможно построить индустрию. Это слово в тематических журналах часто употребляют без добавки игровая. Хоть неосознанно, но верно. Индустрия торгует не играми. Вот что говорит об этом президент Square Enix Yoti Vada. Square Enix, если кто не знает, это компания, которая с года в год создает Final Fantasy и никак не может добраться до последней фантазии. Вот что он говорит. Мы в Square Enix считаем, что покупателей следует объединять в группы не по возрасту, профессии или даже расе, а по образу их мыслей. И чем мы действительно можем их покорить, так это мечтой, образом игрового мира. Используя один и тот же мир в игре, фильме и так далее, мы продаем им эту мечту, которую они действительно ищут, которая им нравится. Продаем несколько раз. Теперь понятно? За более-менее умеренную мзду нам подсовывают срогат мечты. И создатели одной из самых трогательных виртуальных мечт Final Fantasy в открытую называют геймеров лишь своими кошельками. Не более того. По-моему, пора задуматься, написать на правду, как всегда, собака, генитфестиви.ру И сгонять в лапту, как только станет чуть-чуть посуше. До следующего четверга. Субтитры создавал DimaTorzok